Поддельные купюры продолжают гулять по нашим кошелькам. Только за второй квартал 2021 года в Пензенской области изъято 43 фальшивки. И большая часть из них – пятитысячные купюры. Стать жертвой фальшивомонетчиков может каждый из нас при расчете за покупки наличными деньгами. Хотя, если быть бдительными, то отличить подлинную купюру от поддельной можно и без специальных технических устройств. На просвет мы когда смотрим на денежную купюру, видно водяной знак, во-первых. Во-вторых, видно микроперфорацию, пробивку, то есть номинала данной купюры. Если тысячная, значит там будет тысяча. Если пять тысяч, значит пять тысяч на просвет, а не лазером пробивка делается. Она должна быть ровная, безо всяких кривых линий, потому что фальшивомонетчики, они все равно ровно не могут это сделать. На ощупь мы смотрим на рельеф. Есть здесь метки специальные для людей с ослабленными зрениями. И также, где билет Банка России, рельеф. То есть вот это мы можем на ощупь определить. Соответственно, плотность купюры. Кроме того, на все купюры нанесена специальная магнитная краска, которая переливается при изменении угла осмотра. Простых способов отличить невооруженным глазом подлинные и поддельные банкноты достаточно. А вот проверяют ли зареченцы деньги, полученные на сдачу? Ее по внешнему виду видно, которые поддельные. А на что нужно обращать внимание? На внешний вид. Ну что конкретно во внешнем виде должно быть? Там еще звездочки, по-моему, должны быть. А вы проверяете деньги, когда вам дают сдачу? В общем, да. Если дают в магазине, я думаю, что там нет поддельных купюр. Вот в магазин могут дать поддельную, а оттуда едва ли. У них там есть своя система проверки. То есть вы не проверяете купюру на подлинность? Ну, я получаю пенсию. Ну что я буду там, в банке. Я получаю пенсию где? В банке. А сдачу в магазине или на рынке? На рынке я почти не хожу. В магазин там всегда у них есть контроль. А вы знаете, как отличить поддельную купюру от настоящей? Да знаю, там же есть степени защиты. Какие вы знаете степени защиты? Ну, во-первых, на просвет надо посмотреть. Там водяные знаки. Что еще могу сказать? Ну, четкость должно быть изображения, никаких размытостей. Во всяком случае, если на воде идет следы, в руке остаются, то это значит подделка. А вы проверяете купюру на подлинность, когда вам сдачу дают? Я пользуюсь картой банковской. Использование банковской карты – самый простой способ защитить свой кошелек от поддельных купюр. Если же в ваших руках оказалась фальшивка вместо денег, то пытаться от нее избавиться нельзя. За сбыт поддельной наличности Уголовным кодексом России предусмотрено серьезное наказание. Вплоть до лишения свободы на несколько лет. С подозрительной купюрой нужно идти в банк или в полицию. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».